всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия в этом мини уроке хочу вам показать итальянский наборный край он используется у нас тогда когда мы должны начинать вязать изделие от резинки для того чтобы резинка была эластичной и хорошо выглядела смотрите оставляем необходимую длину кончика нити и набираем первую петлю вот этот вот кончик нити я накидываю на большой палец и первую петлю набираю обыкновенным способом в принципе такой узелок можно сделать и каким-то другим способом и так начинаем набор верхняя ниточка и нижняя ниточка мы будем их поочередно подхватывать сначала я делаю спицу завожу под верхнюю ниточку затем подхватываю вот таким образом нижнюю и одновременно ниточку перекидываю через спицу сюда вперед видите вот получилась такая петелька с перетяжкой вот здесь вот у основания это у нас будет считаться изнаночной петлей следующая петля у нас будет лицевая подхватываю ниточку нижнюю захватываю верхнюю и точно также нижнюю ниточку перекидываю через спицу видите перетяжки нет это у нас лицевая петля снова подхватили верхнюю ниточку захватили нижнюю и верхнюю перекинули через спицу получилось перетяжка изнаночная петля следующая лицевая сверху снизу сверху 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 и вот так вот чередуем изнаночные лицевые петли тут главное не запутаться поэтому проговаривайте сверху снизу дальше снизу сверху сверху снизу снизу сверху все когда мы набрали необходимое количество петель нам с вами нужно завершить вот этот набор иначе он у нас распустится точно также я обыкновенным способом набираю последнюю петельку все вот теперь у нас набор никуда не денется начинаем вязать для того чтобы резинка была красивой нам необходимо провязать полой резинкой первые два либо четыре ряда и смотрите здесь у нас первая петля изнаночная я накидываю ниточку вперед как будто хочу ее провязать и просто снимаю то есть нитка остается перед петлей следующая петля у перетяжки значит это лицевая петля я ее провязываю лицевой дальше идет изнаночная изнаночную мы снимаем вот таким образом лицевую провязываем изнаночную снимаем лицевую провязываем изнаночную снимаем и и так до конца ряда последнюю петлю провязываем так как вы провязываете кромочная и так первый ряд провязан разворачиваем работу следующий ряд кромочную мы снимаем следующий идет изнаночная мы ее точно также снимаем лицевые провязываем если нам необходима такая резинка в круговом вязании значит мы будем менять петли то есть в первом ряду мы провязывали лицевые изнаночные снимали во втором ряду мы будем лицевые снимать изнаночные провязывать при поворотном вязание мы всегда провязываем лицевые изнаночные снимаем ночная лицевая и последняя кромочная можно в принципе уже после двух рядов переходить к вязанию тогда ваш край изделия будет такой более тонкий третий ряд точно также изнаночную сняли лицевую провязали то есть мы провязываем таким образом четыре ряда и четвертый ряд все четыре ряда пола резинки я провязала разворачиваю вязание то есть если это у нас круговое вязание мы продолжаем пятый ряд и вяжем так как у нас вот тут петли идут дальше продолжаем вязать резинку один на один сейчас я провяжу несколько рядочков и покажу что у нас должно получиться и в итоге получается вот такой вот край у резинки он идеально тянется как вы видите и выглядит очень даже красиво сохраняйте это видео к себе в закладке подписывайтесь на факультет рукоделия чтобы не пропустить новые полезности делитесь этим видео с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока